Добрый вечер! Вы смотрите программу «Саратов сегодня» в студии Екатерины Игнатьева и смотрите сегодня выпуски. Новая глава в уголовном деле. В областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов бывшего сити-менеджера. Каска и электрошокер в дополнение к белому халату. Столичные медики ищут способ, как защитить врачей неотложки от агрессивных пациентов. Дома и стены помогают. Саратовские баскетболисты заработали рейтинговые очки в матче с командой из Румынии. В Эмгельсе задержали преступника-рецидивиста. 32-летнего мужчину подозревают в очередном убийстве. По версии следствия, в конце ноября он прямо на улице набросился на прохожего. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, которая находилась на здании школы. На кадрах видно, что мужчина сначала догоняет пешехода, а затем жестоко избивает куском деревянной плиты. От полученных травм потерпевший скончался. Однако расследование уголовного дела осложнилось тем, что свидетелей не было, а лицо преступника на видео разглядеть было невозможно. Выйти на след предполагаемого убийцы помог архив местного отдела полиции. В том числе был приглашен для проведения небольшого опознания предъявление видеозаписи с этим нападавшим участковым местным, который узнал в последующем одного из ранее судимых гражданина некого такого помора Владислава Васильевича 1982 года рождения. Ранее мужчина уже отбывал наказание за подобное убийство. Стоит отметить, что со своей новой жертвой преступник даже не был знаком. По предварительной информации, причиной нападения стал словесный конфликт, который произошел между мужчинами в магазине за несколько минут до убийства. Саратовский областной суд рассмотрел жалобу адвокатов бывшего ситименеджера Алексея Прокопенко. Защитники экс-чиновника оспаривали решение Волжского районного суда, признавшего Прокопенко виновным в халатности при выдаче разрешений на строительство двух домов в районе Саратовского аэропорта. Сам же бывший глава городской администрации, находящийся сейчас в федеральном розыске, на заседание суда апелляционной инстанции не явился. Какое решение вынес суд, знает Жанна Гольцова. Тяжелый груз чиновничьего прошлого. 40 томов уголовного дела. Сегодня оно вновь в центре внимания прессы. Судья рассматривают апелляцию адвокатов. В конце октября Волжский районный суд признал экс-главу администрации Саратова Алексея Прокопенко виновным в халатности. Ведь именно он когда-то дал разрешение на строительство скандально известных высоток в районе аэропорта. В качестве наказания бывшему сити-менеджеру назначили 200 часов обязательных работ. Однако уже тогда адвокаты заявили, что считают такое решение незаконным. Апелляционную жалобу сторона защиты направила в Саратовский областной суд. Адвокаты ссылаются на то, что по делу о строительстве домов новостроя так и не допросили одного из экспертов. Кроме того, по мнению защиты, суд не обратил внимания на состояние здоровья. Экс-чиновника Прокопенко посещал заседание с переломом ноги. Человек постоянно во время судебного заседания испытывал боль. Если вы обратили внимание, но он не был настолько активен, не задавал много вопросов свидетелю. У него просто было желание, чтобы быстрее это судебное заседание закончилось, потому что ему надо было находиться в состоянии покоя. Из состояния покоя самих адвокатов должен был вывести приговор в отношении экс-директора новостроя. Накануне его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Суд постановил, что именно Владимир Зинин начал строительство 10 этажек в районе аэропорта без согласования с руководителями саратовских авиалиний. В результате оказалось, что дома мешают работе радиолокатора. Без крыши над головой остались более 200 семей, которые купили там квартиры. Сторона обвинений считает Прокопенко также виновным в этой ситуации и протестует против обжалования приговора. Выводы суда обоснованные. Оснований для признания их несоответствующими представленных доказательствам не имеется. И поэтому считаю, что жалобы не подлежат удовлетворению. Обращает внимание еще на один нюанс. Главный фигурант уголовного дела в обсуждении вообще не участвует. И скорее всего, виной тому уже другая криминальная история. Прокопенко может быть причастен к громкому делу хищению более 500 миллионов рублей у Волжской ТГК. Бывшего сети менеджера объявили в федеральный розыск. Его местоположение неизвестно. Адвокаты утверждают, что даже им. В доме подозреваемого провели несколько обысков. Изъяли компьютер, электронный носитель и некоторые документы. А также нашли у Алексея Прокопенко дом в Майами, квартиру в Будапеште и коттедж в поселке Сосинки Волжского района. Но самого экс-чиновника найти пока не могут, как и определить его статус по новому уголовному делу. Что касается процесса по новострою, судья отклонила жалобу адвокатов и оставила приговор без изменений. Жанна Марченко, Александр Пиченко, Саратов, 24. Замкнутый круг коммунальных порывов. Исторический центр города в прямом смысле сковал льдом. Причиной тому стала крупная авария на водоводе. Сейчас жители домов по первому Хвалынскому проезду, так и не дождавшись ремонтной бригады, вынуждены сами рубить канавы, чтобы вода хотя бы не затекала во дворы. Течь до сих пор устранить не удалось. Как заверяют пострадавшие, заявку на ремонт водопроводной сети. Они направили в городской водоканал еще месяц назад. Но ответа, а тем более каких-то действий со стороны коммунальщиков, так и не дождались. Я по два раза в день звонили. Они нам, мы вам приедем только сделаем в феврале месяце. Какой февраль? У нас сейчас вода. Мы даже не пройти, не проехать. Если скорая помощь, то воин со столба к нам приедет. И сколько? Мы каждый день звоним. Не только я звоню, и вся улица звонит. Сейчас съемочная группа телеканала «Саратов-24» проводит собственное расследование целого ряда подобных ЧП. Мы попытаемся выяснить, кто виноват в том, что коммунальные проблемы не решаются месяцами. И что делать с жителем, которые оказались в заложниках прогнившей паутины водоснабжения. Подробный сюжет на эту тему смотрите завтра в нашем выпуске новостей. Инициативная группа столичных медиков предложила обезопасить врачей скорой помощи. По их мнению, команды не от ложек необходимо снабжать электрошокерами и даже касками. Дело в том, что случаи нападений на врачей скорой в последнее время участились. В одной только Саратовской области около 60 за последние 4 года. Отмечу, что, к примеру, в Кемеровской области такой закон уже действует. А вот в Саратовской против инициативы неожиданно выступили сами медики. Они предлагают свой вариант самообороны. Кто и как будет спасать спасателей от пациентов, выясняла Мария Смирнова. Все выходные приходила в себя от этого. Даже, честно говоря, начала сомневаться. Правильные ситуации здесь работы все время нет. Так болезненно фельдшер бригады скорой помощи реагирует на нападение. Одному из местных телеканалов Виктория Ерных рассказала, как саму пришлось спасать от буйных пациентов 4 года назад. В Саратовской области такие случаи не редкость. У нас самое большое было в 2010 году 22 нарушения. Потом в 2011 было 5 правонарушений. И потом уже как-то по 10, по 11 правонарушений. Три года подряд не меняется. О том, что врачей пора защищать от пациентов, заговорили столичные медики. Они обратились к местным депутатам с просьбой вооружить бригады скорой помощи средствами для самообороны. Привлекательный образ в белом халате может остаться в истории. Сами врачи предлагают слегка приодеть себя. Обязательно, чтобы была каска и электрошокер. А что дешево и сердито. Главное, чтобы не бронежилет и берцы. Правда, не совсем дешево. Самый недорогой электрошокер стоит около 2000 рублей. Но, говорят продавцы одного из специализированных магазинов, здоровье стоит дороже. Здесь электрический разряд достигает 90 тысяч вольт. И при применении уже именно этого устройства человек может даже потерять сознание. Согласно закону Российской Федерации предусмотрено то, что именно те виды оружия самообороны, к которым относятся электрошокеры, не подлежат обязательному лицензированию и выдачу каких-то дополнительных разрешительных документов. Однако сами врачи скорой помощи уже саратовской скептически отнеслись к гонке вооружения. Электрический ток для человека достаточно опасен, а тут достаточно большое напряжение. Но, допустим, для человека, у которого стоит кардиус, лимолятор, применение этого оружия может быть фатальным. То есть приведет к смертельному случаю. О том, что идея в таком виде не жизнеспособна, задумались депутаты от партии «Справедливая Россия». Врачи считают, что инициатива актуальна, но ее нужно доработать. Врачи муниципальной скорой в той ситуации, когда не могут отказаться ехать на вызов. Поэтому обезопасить медиков необходимо. Причем иногда вызывают скорую, говорят о том, что пьяный упал, разбился. То есть понятно, что вы имеете дело, скорая выезжает уже с пьяным человеком, который как себя поведет непонятно. Вот здесь, наверное, как раз сотрудники полиции должны сопровождать эту скорую помощь. То есть подъезжать к местному назначению вместе со скорой помощью. Медики подхватывают. Полицейское сопровождение – роскошь. Но вот кнопку экстренного вызова подмоги следовало бы установить в каждой карете скорой помощи. На крайний случай опасные электрошокеры всегда можно заменить газовыми баллончиками, похожими на пистолет. В Кемеровской области инициатива вооружить всех врачей скорой помощи уже работает. Статистика показала – действует. А вот в Саратовской области ускорение оснащения врачей скорой придать пока некому. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов. Продлили серию побед. Саратовские баскетболисты сразились с командой из Румынии. Последний матч в рамках группового этапа европейского Кубка вызова прошел в Ледовом дворце спорта «Кристалл». Борьба соперников была настолько напряженной, что болельщикам пришлось изрядно понервничать. Неожиданные повороты игры на равных в репортаже Дарьи Огурьяновой. Несколько точных попаданий еще не игра, а только разминка. Баскетболисты саратовского «Автодора» и румынской команды «Арадия» настраиваются перед турниром. Однако зрители уже сосредоточенно следят за движениями спортсменов. Даже министры нашли время в своем плотном графике, чтобы с трибун поболеть за своих черно-белых. Сигнал – начало решительной борьбы, которая может существенным образом перекроить европейскую турнирную таблицу. Этот матч станет еще одной страницей истории Кубка вызова «Фиба» – третьего по масштабам баскетбольного состязания на Западе. Стереотипы об образе заядлого баскетбольного болельщика на турнирах такого уровня оказываются сраженными на повал. Такие матчи дают много о себе знать о нашем Саратове, о нашей команде в первую очередь. Я думаю, что они много значат. Первая четверть матча оказалась очень напряженной. Баскетболисты из Румынии даже несколько раз вырывались вперед. После перерыва черно-белые решили показать, кто на паркете хозяин. И почти молниеносно заработали 9 очков. В третьей четверти после трехочковых Даунса и Форсена увеличили разрыв до 16 очков. Однако буквально за две минуты румынам удалось сократить отставание. Воспользовались ошибками «Автодора». Об этих самых промахах саратовской команды фанаты говорят с явным разочарованием в голосе. Сегодня команда играет не так, как в субботу, но мы все равно болеем, продолжаем ее поддерживать. Некоторые гости матча впервые следят за игрой в «Саратовском кристалле». Рядом с владельцем «Автодора» Владимиром Родионовым и вице-губернатором области Денисом Фадеевым болеет и председатель Всероссийской общественной палаты Александр Бричалов. Баскетбольный турнир – способ наглядно показать высокому гостю спортивные достижения региона. Ведь Ледовый дворец теперь многофункционален и особенно выигрышно смотрится после реконструкции. Но и это не окончательный вариант спортивной площадки. Мы теперь сейчас должны приобрести, уже заключили договор на систему кондиционерной вентиляции осушки. Потому что без этой системы совместить лед и паркет невозможно. Оборудование приедет у нас где-то только в январе. И вот в январе, в начале февраля мы всю эту работу проделываем. И в феврале будем надеяться, что первый лед у нас будет. Последние минуты острой борьбы и финальный свисток. 92-73 – разгромный счет в пользу саратовской команды. Ребят, надо сказать, что от игры, от каждой игры прибавляются лучше и лучше играют. И видно уже, единую команду вырисовывается какая-то тактика. Петерсен нравится, Кортни нравится. Конечно, лидеры нашей команды, которые забивают много очков, они, в принципе, и симпатичны. Любимцы спортивной публики теперь могут расслабиться. Но ненадолго. Уже 13 декабря в Волгограде баскетболисты Автодора встретятся с командой «Красный Октябрь» в рамках уже другого чемпионата – Единой лиги ВТБ. Дарья Гурьянова, Наталья Попова, Александр Бачков, Саратов, 24. В нашу редакцию обратилась мама больного раком Антона Михайлюка. У ее сына редкий случай. Молодой человек не может самостоятельно есть, дышать и говорить. Женщина смогла накопить деньги на операцию в Москве. Теперь необходимо лечение за границей. Речь идет о сумме в 70 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. Если вы хотите помочь Антону и перечислить посильную сумму, реквизиты банка и контакты для связи опубликованы на официальном сайте администрации города Саратова. И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова